Михаил Михайлович, появилась информация о том, что Путин готовит свой визит в Пекин, в Поднебесную. Вы совсем недавно вполне резонно заявили о том, что Украине нужно работать с Китаем, объясняя, почему Китаю выгодно дистанцироваться от России. Китайская стратегия 10-50 лет, а российская стратегия, точнее, стратегия Путина здесь и сейчас. Вот скажите, пожалуйста, по состоянию на март 2024 года, есть ли предпосылки того, что дистанцироваться от России Китай все-таки будет? Предпосылки, конечно же, есть, потому что Китай, он медленный, он разворачивается гораздо более медленно, чем необходимо для современного времени. Ну, объективно, потому что страна построена на других принципах, она имеет другую внутреннюю структуру, другую внутреннюю дискуссию. Но, на мой взгляд, Китай абсолютно точно уже прекрасно понимает, что Россия это неравный ему, даже не партнер, а неравная ему страна. Ну, с точки зрения потенциала, перспектив, объемов экономики, объемов влияния на глобальный политический и экономический процесс и так далее. То есть, вот это Китай уже прекрасно понимает. Но Китай очень аккуратен всегда, очень осторожен, то есть, он очень плавно делает те или иные развороты, постепенно меняя свои диспозиции. Я не готов сказать, что это будет сделано, опять же, завтра или послезавтра. Это процесс достаточно длительный, на него можно влиять каким образом? Разговаривать с Китаем на разных площадках, безусловно. То есть, Китай, еще раз подчеркиваю, относится к ключевым на сегодняшний день большим политическим игрокам, которым уже не является Россия. Но пока вот этого перехода, да, вот полного понимания, что Россия это страна, с которой можно разговаривать в ультимативном тоне, у Китая еще не произошло. Должно пройти какое-то время, они должны понять, что Россия, на самом деле, вот в таком виде, это такой абсолютный гопник, который провоцирует и создает слишком дорогие проекты. То есть, грубо говоря, любое соучастие в каких-то программах с Россией будет стоить гораздо дороже, чем без России. А это бессмысленно. То есть, себестоимость того или иного внешнеполитического, внешнеэкономического проекта для Китая будет гораздо дороже, если там будет присутствовать Россия. То есть, и тогда возникает вопрос, а зачем платить больше, если все можно сделать проще, быстрее, дешевле и тому подобное. Но, опять же, это должно занимать определенное, и будет занимать у Китая определенное время. Я совершенно по-разному оцениваю эти две страны. По потенциалу, конечно же, Китай не сопоставим с Россией. Это намного более глобальная страна. Россия это карликовая. Еще раз, тут надо просто уточнение. С точки зрения территории, конечно же, с точки зрения количественного ресурса, населения, опять же, сырьевого ресурса, да, это большая страна. Но с точки зрения влияния на те или иные серьезные процессы технологического плана, эволюционного плана, влиятельного плана, да, но это карликовая страна, безусловно, она несопоставима и близко с Китаем. А вы, соответственно, не можете считать партнером страну, которая по влиянию имеет сотые доли от вашего влияния. То есть вы можете с ней немножко работать, но немножко в других тональностях, в других раскладах и так далее. Михаил Михайлович, большое спасибо. Михаил Подоляк, советник главы ФСП, присоединялся к нашему эфиру. Благодарим вас. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Спасибо.